Пятый канал представляет У наших товарищей гости И судя по всему, ребята серьезные Вечеринка начинается Ну че, джигиты, перетрем наши делишки? Ну какого хрена на чужую территорию? Стволы! Работает собор! Работает собор! Ланцет, перехват! Костя! Стой, смотри! Бросай оружие! Встал ровно! Стой! У тайпана тоже двухсотый Прикиньте, сам под грузовик бросился Это у него? Странный номер Из-за границы, что ли, звонят? Ничего себе, какой телефон огромный Я таких с девяностых не видел Ну, только ответь Алло! Шакалы! Лев, опять они За мечты и за жизни За все, что свято в нас По приказу отчисты Работает Свет с нас! За последние три месяца Это уже четвертый эпизод В котором фигурируют участники данной Этнической преступной группы Какая-нибудь конкретная информация есть? По оперативным данным Лидером группировки является некий ассет В переводе с арабского Лев, судя по всему, кличка Это объясняет наличие у всех Участников банды Татуировки в виде льва на груди Получается, что это не татуировка в честь банды А татуировка в честь главаря Это как надо боготворить человека Чтобы нанести ее на грудь По нашим данным Ассет не просто парень с улицы Он родственник криминального авторитета Талгата Из Кыргызстана Мы сегодня вам добыли телефон Может быть, надо начать с проверки звонков? Товарищ майор Что бы мы делали без ваших гениальных идей? Дело в том, что это не обычный телефон А спутниковый Что это нам дает? В том-то и дело, что технически невозможно отследить И прослушать это устройство Игрушка, конечно, дорогая Зато фактически гарантирует анонимность Ясно Коллеги, как видите, ситуация сложная Банда усиливает свое влияние в городе А у нас нет на них ничего Поэтому я хочу попросить полицию Усилить работу с агентурой Чтобы начать борьбу с бандой Нам нужно понимать, с кем именно мы боремся А что бы выбрать? Биштекса или котлету? Дуча, выбери силу воли Ты два часа назад ел Так вот именно два часа уже прошло То, что надо Зацени ванцет Кружка Напись Что? Девушки Лучшего на свете парта По Алинке на день рождения подарок Круто Сколько пальцев? Два Вроде не дурачего Думаю, это серьезно Это стремный децентрский юмор Алина вообще не оценит Давай, поучи меня, что девчонкам нравится Что-нибудь за едой? Обязательно, но сначала вопрос Какая порция больше Бифштекса или котлет? Ну, если надо наесться от пуза То я советую шницель Решено Вот только Алиночка меня понимает Я же говорю, лучшая девушка Ромео, Алину отпусти Ты мне шницель задерживаешь Редактор субтитров Что это было на совещании? Ты теперь всегда на меня будешь так рычать? Ну, во-первых, я на тебя не рычала А во-вторых Не знаю, просто мне кажется, что Все все знают и все на нас смотрят Ну, это похоже на паранойю Ну, так может, это она и есть Просто я сама всем растезвонила Что с опером больше встречаться не буду И вот опять Так я не опер Я собравец Правда? Так, так Посмотрим, что у нас Посмотрим Фомин Илья Матвеевич Старший оперу полномоченный Сопер Ты дерзишь Но ты такая красивая Если хочешь, я могу делать так все время Только попроси Максим Павлович Вас фастфуд когда-нибудь до беды доведет Мне, чтобы шашлычок или овощи на гриле Ты поэтому опоздал? Что, шашлычком баловался? Что вы? Нет, конечно Начал к вам со всех ног Просто пробки Ну-ну Поэтому у тебя на подворстке соус Подловили, да? Чисто профессиональное Что-нибудь про сэта знаешь? Ну За глаза его кодлу львятами называют Ну, из-за наколок Жесткие ребята Чуть что сразу за стволы хватаются Ну Какой-то выход на них есть? Они только со своими работают А я На их своего не очень похож Внешность слишком славянская Слушай, славянин Я через весь город Ехал сюда не для того Чтобы твой порожняк слушать Конкретное что-нибудь есть? Чехану у рынка, знаете? Я недавно видел Как один мой кореш Там с ольвятами что-то перетирал Кукуха Знаете? Который Анашу торговал У вас старая информация Теряйте хватку, Максим Павлович Он сейчас на Герыч перешел А если он банчит Герычем Общается с ольвятами И до сих пор жив То Значит он работает на них Бинго Слушай Есть у меня еще Пару идей По поводу подарка Олень Поход Лазер так Или годовой абонемент фитнеса Лазер так Это стрелялка детская Типа пинбола, правильно? Сам ты детский Ну там весело между прочим Ну че не канает? А фитнес? Да я вообще не знаю Да она вообще любит такие вещи Мне кажется у нее и времени нету Она все время на работе Найдет как-нибудь время? Я люблю подтянутых девочек Да пошлет она тебя Скоро с такими подарками Кстати правильно сделает Они же не для нее А для тебя Ты вот этого вообще Как-то не понимаешь Ты что-то начинаешь На ровном месте Вечно нужно Позаморачиваться Вот загадка Что в тебе женщина находит Ты же у нас явно дурачок Слышь мужики А почему наш объект Кукухой назвали? Да вроде как в психушке лежал После того как на людей На улице кидаться начал Ну короче Кукухой поехал Внимание гости По описанию вроде как раз Те кого мы ищем Здорово братаны Здорово Строго по расписанию По вам часы цвырять можно Деньги давай Подтягиваюсь на позицию Слушай Максим Павлович Да Есть засекли инкассаторов Асета Передоваях наружки Сам даже не суйся Срисуют Третий Гости движутся к Паргловской Принимай Так это воин Инкассаторы Асета Побывали уже в трех точках Мои ребята пробивают сейчас Их имена Скорее всего это оптовики На таких держится весь наркобизнес Хорошо бы их сразу всех взять Тогда Асет лишится всего своего сбыта Это для него серьезный удар Такую операцию с полпинка не провернуть Автовики дома дурь не держат А если изъять их деньги Так они быстро отмажутся Ну а что предлагаете? Я не отказываюсь их брать Но нужна подготовка Скорее всего длительная Нужно подвести агентуру Пробить что и как Долго 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 Объект проскочил на красный Проверяется скотина Есть вижу его Едет в сторону поселковой Поселковая 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 Что они там делают Там промзона Они ведь проверяются Не просто так Скорее всего деньги собраны Сумма немалая Такую дома под диван Не засунешь У них там хранилище Внимание Возможно где-то в промзоне У них конечная точка маршрута Принято Отлично Ну не хочу вас Огорчать Но скорее всего По моему опыту Даже если там у них Хранилище Ассет туда скорее всего Не сунется Уж слишком он осторожен Гаденыш Ну возможно мы не можем Ударить по самому ассету Зато можем ударить По его кошельку Это точно здесь? Они приехали с полной сумкой Нала Заехали внутрь И уже полчаса Там торчат Так что да Точно Принял Работаем Парни По периметру склада камеры С торцевой стороны Мертвая зона Туча ланцет Занимайте позиции Отец Можем снять камеру? Не вопрос Второй камера Опять походу сдохла Опять клемма отошли? Да Да Наверное Где покрути? Собра Бросай оружие! Контроль! Контроль! Тут менты нас зажали Что делать? Ты знаешь, что делать? Тебя никто не тронет Обещай! Остановись! Ни хрена себе Боевик Асета бросился Под колеса грузовика И это произошло не случайно Они все так делают Они настолько боятся Своего главаря Настолько боятся Что лучше умереть Чем разозлить его? Есть вещи страшнее смерти Например? Например Смерть близких Думаешь, Асет настолько зверь? Если кто-то заговорит Кому-то из близких Конец А как еще можно Это объяснить? Не знаю Но получается Если никто Не заговорит Асет непобедим Я давно в Собре Раньше мы подчинялись Убопу Тогда убоп проводил Рискованные операции Рискованные, но очень эффективные Например? Ну, например Мы не могли взять Главаря банды помогателей Не было никакой информации Ни имен, ни адресов Полная конспирация Но мы сделали это И каким образом? Однажды на их пути Появилась группировка Которая стала Нападать на их точки Главарь занервничал Проявил себя Мы его взяли Так, а та группировка была Это были вы? Нет Илья, ну так нельзя Это Это в 90-е бы проходило А сейчас нет Это незаконно Ты же хочешь Чтобы все закончилось Или будем продолжать Считать трупы Единственная возможность Взять Асета Это выманить его Илья, ты меня Под монастырь подведешь Ну допустим Допустим Я соглашусь Что ты предлагаешь? Давай плясать от того Что знаем Асет потерял Крупную сумму денег Ему нужны бабки Чтобы платить Боевикам Поставщикам Что он будет делать? Он будет Активнее доить Оптовиков Это во-первых Так, а во-вторых? А во-вторых Мы знаем имена И адреса этих оптовиков Скоро буду Ведь меня не по сути Я должен сам убедиться Что там не доед Все, пока Ну-ка, стой Где деньги? Какие деньги вообще? Не стреляй За диваном В тайнике Все там Рукой не дергай Тихо, стой Пацаны Вы совершаете большую ошибку У реального пальма Знаете, на кого я работаю? Для того, кто здесь уже не хозяин Так и передай ему Понял, нет? Да, понял Есть? Деньги у меня Валю Деньги у меня Пусть, а зачем я согласилась? Если его убьют Наталья Игоревна Легенда хорошая Тачка, на которой они кукуху отработали Принадлежит наркоману Адрес тоже Сам наркоман Пропал без вести полгода назад Внешне он очень похож на Фомина Я специально такого отбирал С нашей стороны Все чисто Не знаю Все равно рискованно Да все будет в порядке Если, конечно, ваш Фомин Сам как-нибудь там не накосячит Ничего, он не мой Давай КОНЕЦ ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алло? Они здесь. Они нашли меня. И ждут. Будь осторожен, пожалуйста. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Замер. Чего вам надо? Пошел в машину. Пошел, пошел. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Едут за город. Сигнал хороший. Устойчивый. А если они обнаружат маячок? Наташенька, обижаешь. Я свое дело знаю. Не будут же они подошву от ботинок отрывать? Наталья Игоревна, пора. Капитан Богатов, это Зубкова. Вы в курсе происходящего? Хорошо. Собирайте отряд и выдвигайтесь на юг по Волхотскому шоссе. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК СИГНАЛ АСЕД, мы доставили Шакала. Ждем на адресе. Он чайханет скоро будет. Чего пялишься? ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА СИГНОК ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Наталья Игоревна, скинула вам фото. Ждем подтверждения. На кого работаешь? Или на кого сам по себе. Ты знаешь, кто я? Пацан какой-то. Взрослый, все заняты. Школу, наверное, пришлось прогулять. Крутое, да? Заклейте ему рот. А то будет на весь город визжать. Давай. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Красивая. Говорят, в схватке льва и змеи высокие шансы победить у змеи. Но не сегодня. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Потапов, быстрее. Ну вы кому говорите? Как только программа найдет соответствие, она сразу сообщит. Я же не могу поторопить компьютер. Нужно больше ждать. Его же там убьют. Есть соответствие. Это гражданин Кыргызстана Нурислам Салымбеков. Салымбеков? Салымбеков. Это же фамилия авторитета, Талгата. А не родня, Наталья Игоревна. Это наш ассет. Работаем. На землю! На землю, я сказал! Из машины, быстро! Руки, чтоб я видел! Игорь Наталья Игоревна, я встал! На колени! Бросил! Бросил нож! На колени встал! Тайпан, ты как? Нормально. Вся спина в крови. Что ты скалишься? А почему бы и нет? Все равно меня отпустят, а тебя я запомнил. Ты думаешь, что ты лев? Это не так. Ты котенок. Безумый. Ни о каких наркотиках я не знаю. Наркотики – это зло. Они принесли много горя моей стране. Еще больше горя твоей стране принесли такие, как ты. Да, наркотики предъявить мы пока не можем. Повторяю, пока. А вот организацию похищения… Какого еще похищения? Дурака не валяй. Ты находился в здании, куда привезли похищенного. А, похищения. Вы все неправильно поняли. Я просто катался. Встретил знакомого. Мы с ним еще в бишкеке пересекались. Поздоровался, решил пообщаться. Это что, преступление? Преступление – резать человека ножом. Этому человеку в спину ножом тыкали. То есть, он не видел, кто это был. Правильно? Правильно? Правильно. Так вот. Это был не я. Это был другой. Он убежал, когда стрелять начали. А нож тебе отдал? Я его инстинктивно подобрал. Он слышал выстрелы – пам-пам-пам! Страшно же! Испугался! И решил схвачить нож. А вы бы на моем месте не так поступили? Да. Наталья Игоревна, простите, что отвлекаю вас к руководству. Срочно. От кого угодно мог ожидать, только не от тебя. Ты о чем вообще думал? О том, как выманить опасного преступника и задержать его. В супергероя решил поиграть. Ты командир отряда СОБР. Где твоя ответственность? Товарищ полковник, я все понимаю. Да, авантюра. Да, рискованно. Но ведь сработало. Если бы тебя там положили. Я уже не говорю, что мне бы башку отвернуло начальство за то, что произошло. Но ты о детях своих подумал? Я о них всегда думаю. И вы это знаете. Думает он. Завтра решим, что с тобой делать. Свободен? Есть. Шмаков слушаю. Почему? Илья, постой! А на каком основании? И он все взял на себя? Понял. Спасибо, что сообщили. Что случилось? Сработало, говоришь? Хреново сработало. Осета только что отпустили. Почему? Как? Раком об косяк. В комитет заявился приезжий из Бишкека. Подписал явку с повинной. Сказал, что это он тебе ножом тыкал, а осет просто рядом стоял. Да это неправда, товарищ полковник. Нож у него в руках был. Я это видел. Когда видел? Момент нанесения порезов? Спиной или задницей ты видел? Ладно. К нему уже согнали лучших адвокатов. Начальнику Зубковой звонили из Москвы. Понял, чем закончилась твоя авантюра? О! Я думал ты уже ушел. А я и ушел. А теперь вернулся. Держи. Аккорди, квартет? Что за нафиг? Это джаз-бенд. Группа такая. Алине нравится джаз, а это любимая команда. Ну мы как-то болтали, я и запомнил. Ланцет слушать спасибо, конечно, но это же диск. Нафиг он ей нужен. Сейчас музыку все в интернете слушают. Ты джаз от строительного шума отличить не можешь. Меломан тоже мне. Я тебе серьезно говорю, подари ей понравится. Спасибо, будешь еще говорить. Погоди. Тебе это зачем? Да оленя хочу приятно сделать. Она не на чужой человек. Я тебе сделаю приятно. Да я шучу. За тебя дурака краснеть не хочется. Ну ты заботливый, конечно, Юр. Спасибо. Твой чай. Успокоительный. Ну если честно, я бы что-нибудь покрепче сейчас выпила. Ну спасибо. Алкоголя нет. Что ты собираешься делать? Ну что, свою работу. Завтра соберу опергруппу. Проведем совещание. Попробую выбить наружку за ассетом. Будем работать с тем, что есть. Вот только оптимизма в голосе не слышу. Если честно, у меня так точно давно на работе не было. Знаешь, правило есть. Если не можешь повлиять на ситуацию, отпусти ее. Просто отпусти. И себя отпусти. Будет мешать. Восибирь. Илья! 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 Отпустите, Илья! Твоя баба поедет с нами. И ты об этом никому не скажешь. Или тебе ее вернут по частям. С тобой свяжутся. Они пришли к тебе прямо домой. Знаешь почему? Потому что я рожу свою засветил перед Осетом. Товарищ полковник, не добивайте. Знаю, как виноват. Тайпан, извини, а у тебя что-нибудь пожевать есть? Чего-то переживаю. В холодильнике поищи. Одного понятия, кто им от тебя нужно? Зачем все это? Если хотели отомстить за унижение Осета, почему не убили? Почему забрали не тебя, а Наташу? Ну вот такую игру затеяли. Может измотать меня хотят, а потом убить. Я не знаю. Может еще что-то. Давно у вас с ней? Все серьезно? Не знаю. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК На громкую связь. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да. Слушай сюда, смея. Ты должен вернуть чужое. Три килограмма товара и десять миллионов рублей, которые вы забрали со склада. Деньги и наркотики находятся в полицейском отделении. Это вещдок. Они в хранилище. И взять их я оттуда просто так не могу. Я не полицейский. Меня туда никто не пустит. Понимаешь ты это? Ты что-нибудь придумаешь. А то сам знаешь, что будет. Не горячись. Я буду говорить с начальником полиции. За ним как раз должок. Что-нибудь придумаем. Как чай. Спасибо, вкусный. Чай. Чайхана. Кречетов говорил, что люди ассета встречались с оптовиками в Чайхане, которая возле рынка. И вчера, когда они меня взяли, они звонили ассету, он был в это время в Чайхане. А что? Чайхана – подходящее место для их штаба. Погодите. Вы что предлагаете? Ворваться туда? Один звонок и Наталье Игоревне, простите, голову того. Не-не-не. Нельзя туда соваться. Но я знаю, кто туда может пойти. Судя по крутой тачке, ассет здесь. О, дедуля, привет. А где все? На стройку шабашить ушли, да? Хорош кривляться. Только не надо, а? Мы с дедулей почти друзья. Он здесь все время сидит. Да, дедуль? О, а вот и кукуха. Это кто такой? Это мой кореш Сутулый. Сутулый – это кукуха. Здоровая кукуха. Что, присядем? Этот пусть погуляет. Братан, я чего хотел-то? У меня сейчас напряг немного. Менты поприжали. Возьми меня в дело. Ты же знаешь, у меня много связей. Почему ты именно здесь стрелку забил? Кукух, хорош. Я же знаю, что ты на ассета работаешь. Я все знаю. У меня по городу куча связей. Я вам пригожусь с ассетом. Отвечаю. Ну, пока спокойно. А мне так слишком спокойно. Сутулый, значит. Он согласен с вами поговорить. Ну вот, а ты и боялся. Джон с другой не приходит. Подождите здесь. Нет, Ова! Пошли. Пошли. Здрасте. Ассет, я Джон. Очень приятно. А где же восточное гостеприимство? Я же от всей души, ассет. От души, да? Все началось тогда, когда напали на кукуху. А кто знал про кукуху? Ты знал про кукуху, стукачок! Я стукачок. Да спроси кого хочешь. Ассет! Ты падла, мастерская. Ты стукач! Так ты меня с улыбок сдать хотел? Да? Да? Серега, что вы делаете? Больно! 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 Встали! У вас стрельба. Подъезжайте. Только рискни. Ура! Леги на землю! Работает СОБР! Ствол на землю! Максим Павлович, как ты? Слева дверь в подсобку. Слева от кабинета. Тут же контроль. Ура! Развешивай. Наташенька, они били тебя. И они он. Больной ублюдок. Послушайте. Послушайте, я... Я не отвечаю за все, что происходит в этом городе. Есть черта, которую нельзя переходить никому. Даже Льву. Его закроют. Похищение следователя – дело серьезное. Тут без вариантов. Но Илья, а Свет тебя знает? А учитывая его возможности и кто его дядя, он может отомстить даже из-за решетки. Надо было пристрелить его. Может, и надо было. Все хорошо. Гематома, пара кровоподтеков – и все. Сотрясения нет. Она обессилена, но мы быстро поставим ее на ноги. Светлана, спасибо вам огромное. Кстати, к ней можно зайти. И она про тебя спрашивала. Держи, зайдешь? Не-не. Давай сам. У меня еще дело есть. Алина? Привет. Привет. А Дима сейчас освободится. Угу. Слушай, ты, наверное, замерзла. Хочешь в машине подряд? Да ну что ты. Спасибо. Я тут и подожду. Слушай, я же балбес. У тебя день рождения был, а я тебя не поздравила. Ну, я надеюсь, ты пожелания еще принимаешь? Ну, тогда слушай. Расти красивенькой, здоровенькой, умненькой девочкой. Хотя у тебя с Атенцей, конечно, все в порядке. Спасибо. И за слова, и за подарок. Подарок. Не позаботился. Прости. Подумал, будет неуместно. Юр, ну не надо. Колодин купил альбом моей любимой джазовой группы. Мисс Миша. Он звон посуды от джаза не отличит. Забавно. Я ему практически то же самое сказал. Спасибо, правда. Это самый лучший подарок. И это очень-очень важно для меня. А вот и наша именинница. Прости. В ружейке задержался. Что, пойдем? Счастливо. Пока, Юр. Добрый вечер. Позволите? Петербург. Северные ворота России. Талгат не мог отправить сюда осета одного. Осет слишком молодой. Слишком неопытный. И слишком горячий. Молодой человек. Я просто пью чай. Рядом с осетом должен быть кто-то из старших, кто-то более умудренный годами и опытом. Чтобы помогать, присматривать и сообщать обо всем Талгату. Осет перешел черту. Он объявил войну не только полиции, но и всем службам правопорядка. Следственному комитету, Росгвардии. Он ополчил против себя весь город. А так дела не делаются. В том, что с ним произошло, виноват только лично он. Осет поступил глупо. И за это поплатился. Я думаю, Талгат мудрый человек. Он все поймет. И он не будет мстить. А вот и человек. Я просто пью чай. Я просто пожилой человек. Приятного аппетита. Но если однажды меня кто-то спросит, как все это было, я теперь знаю, что мне ответить. Большое вам спасибо, Рахмат, молодой человек. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова